Дорогие друзья, я хотел бы сегодня представить вам моего друга. Это брат Дмитрий из Украины. Он приехал к нам в гости в Германию. И сегодня у него есть особое послание для каждого. Когда он делился с нами этим свидетельством, меня это тронуло до глубины души. И я был очень рад. То, что произошло, брат Дмитрий расскажет подробнее. Я просто хочу, чтобы сегодня каждый из вас услышал. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. И то, что происходило 2000 лет назад, это реальность сегодняшнего дня. Поэтому Дмитрию слово, пусть он засвидетельствует. Дорогие братья и сестры, мне очень радостно, что лично в моей жизни есть люди, В частности, это мой друг Дима, который всегда, вот знаете, тоже не пренебрегает Словом Божьим, не пренебрегает происходящим вокруг нас. И замечает, это очень важно, замечать духовные вещи, которые происходят вокруг нас, которые происходили вокруг апостолов в то время. И они точно так же продолжают происходить и сейчас. Это был молитвенный месяц у меня. Я молился, взыскивал лица Божьего и хотел услышать именно для меня, для моей семьи, и какое-то новое видение, новое ведение от Господа. И в одной из молитв я молился в духе, на иных языках. Мой язык, он сверхъестественным образом, вот так вот резко изменился. И я начал говорить на совершенно новом языке. И в это же время пришла мысль о том, что нужно взять мобильный телефон, открыть приложение Переводчик и записать на Переводчик вот эти слова, которые льются из меня. Я это сделал и проговорил несколько фраз, которые вот остались у меня в мыслях, в памяти. И он мне выдал информацию четко. Я успел сделать скриншот, то есть тоже вот додумался и до этого. Я верю, что Дух Святой это все дело проводил. Сделал этот скриншот и там были такие слова, что да, в Японию из Японии, в Японию из Японии. Конечно, это может показаться, может быть, немножко смешно, да. Ты не получил вот конкретную информацию, конкретного ответа. Но я никогда не думал об этой стране. Я ничего не знал про Японию. Ни о духовном ее состоянии, ни о экономическом состоянии. Да, я слышал, что есть такая страна, она развита. Я никогда о ней не думал. Но услышав это наречие у себя, увидя, что есть конкретный перевод, я понял, что что-то Господь связывает меня с этой страной. Есть, конечно, уже какая-то зрелость и мудрость. Естественно, я не купил билеты, да, и не поехал в эту страну. Но я понимаю, что я должен молиться за эту страну. Я начал интересоваться ей. И я понял, что на сегодняшний день это самая развитая страна экономически и технологически. Но одна из самых неразвитых стран духовно, духовно христианства, там на последних, на последних рядах, да, среди религий. И это очень печально. Я понял, что хочет Господь от меня. Это был явный ответ. И это очень сильно зацепило меня. И сегодня я продолжаю молиться за эту страну. Я продолжаю молиться, чтобы Бог дальше двигал меня. Но самое главное в этом всем, что я уяснил, что Бог, Он как и тогда, так и сейчас, Он прежний. И все дела и чудеса, которые происходили в то время первоапостольское, оно происходит и сегодня. И мы являемся точно такими же соучастниками Божьего дела, как и апостолы в те времена. Это огромный ответ. Это огромное вдохновление для меня. И я рад, что я могу поделиться с близкими своими, с вами, братья и сестры. Слава Господу. Знаете, когда Дима делился со мной этим свидетельством, у меня внутри все поднялось. И взбудоражился я весь от макушки головы до подошвы ног. Потому что так случайно совпало. Я недавно, буквально месяц, чуть больше месяца назад, мы с семьей сидели и просто смотрели один документальный фильм. Это было путешествие двух телеведущих в Японию. Меня иногда интересуют страны, в которых я не был. И наша цель, я верю, это побуждение от Господа ехать и проповедовать Евангелие, если мы не можем туда добраться через вот такие онлайн послания, доносить Слово Божие и проповедь Евангелия до последних-последних уголков земли. Но это было не случайно. То, что мы как раз посмотрели и что-то узнали об этой стране. И меня это очень заинтересовало. И то же самое переживал на днях брат Дима, и он поделился как раз этим переживанием. В чем уникальность? Я хотел бы сегодня зачитать тоже немного из Слова Божьего. То, что происходило во время Дней Пятидесятницы. Да, это День Пятидесятницы. Это у нас в народе говорят Троица. Это сошествие Святого Духа на землю. Когда Господь Иисус воскрес, Он послал вместо Себя утешителя, помощника, которого Он обещал послать, и Дух Святой сошел. И было мощное переживание у апостолов, которое нечто подобное буквально на днях пережил наш брат Дмитрий. О чем это говорит? Вот такая история была, реальная история. Деяние апостола, 2 глава. С 1 стиха мы читаем. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные и всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ. И пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Эти, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждой собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и Медяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иеринеи и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Дорогие друзья, сегодня особенный день, потому что это свидетельство, это подтверждение того, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Дух Святой сошел 2000 лет назад на эту землю. Он также действует и сегодня. Как тогда люди, услышав это сверхъестественное явление, когда Дух Святой сошел, это было видно. Были как свечи, как огненные факелы над каждым из апостолов. И это было обозримо. Плюс, сошествие Святого Духа предзнаменовалось и было обозначено появлением нового языка, который начал исходить во время молитв апостолов. Это был язык непонятный. Это было что-то новое. Это было неизвестно, как для тех, кто говорил, но те, кто слышали его, на удивление начали узнавать свои родные языки, кто откуда был родом, потому что много эмигрантов вернулось на поклонение в Иерусалим в те дни. Много евреев, которые рассеялись по всему лицу земли, они уже там выросли, может быть, родили детей, может быть, это уже было не первое поколение, и они там уже знали те местные языки. Но вернувшись в родную местность, приехав на какое-то паломничество, они, побыв на празднике, увидели такое необычайное событие и просто пришли в удивление. Они слышат свои родные языки, кто откуда приехал. И то же произошло с братом Димой, когда он мне сказал о том, что молясь, он начал слышать сам в себе, он начал слышать, что во время говорения на иных языках появилось что-то похожее на китайский язык. Он сначала не знал, что это за язык, он говорит, было похоже как китайский. И я тогда так удивился, думаю, ничего себе, ну человек не то, что не знает китайского, ну алфавит даже говорил, что не знает. И знаете, потом он начал пробовать, он забыл это сказать в свидетельстве, но я помню, меня это коснулось, он начал пробовать на Google Translator, да, переводчик, и оно не срабатывало. И потом он думает, ну китайский похож с японским. Переключил на японский и бац, и перевело, и перевело четко предложение. Я скриншот еще покажу вам в конце. Самое большое в этом всем свидетельство, в том, что это никто не учил, это не произошло как-то случайно, была конкретная цель, приблизиться к Богу в молитвенном бдении. И молиться, как говорит апостол Павел, да, уча и наставляя нас, буду молиться духом, буду молиться и умом. Вот эта молитва духом, она выявила вот этот дар говорения на незнакомом языке. И слава Богу за сегодняшние технологии, которые подтвердили то, что этот язык японский. И я вот так удивился, почему японский. Смотря недавно вот эти документальные фильмы про Японию, меня больше всего коснулось две вещи. Первое, то, что там христианство практически, ну даже 1% нет христиан, меньше 1% из огромного количества их там... Официально 750 тысяч человек, это христиан, это население, население более 130 миллионов. Вот такая страна Японии, представьте, 750 тысяч только верующих людей, христиан, да, христианское вероисповедание. И это же, ну, разные, это не только протестанты, это и католики, может быть, немножко и есть православных, и любых лютеран. Суть в чем? Там приоритете две религии, основные, восточные, да. Библия говорит о том, что есть духовные законы, эти законы работают, хотим этого или нет, вне нашего какого-то влияния. Узнал в этой документальной передаче тоже второй факт, который меня коснулся. Мы все знаем, или многие слышали, что есть там у них очень известная профессия, и вид деятельности такой у женщин, это гейши. Но мало кто знает, что гейшей стать непросто, и туда не идут, когда хотят, как попало, или когда вздумается, да. Оказывается, эта девочка шести лет, которую сдают 6 июня в этот пансионат для маленьких девочек, которые потом вырастают, живут там всю жизнь, учатся всем этим ремеслам, этому мастерству. Это целая традиция, это целая культура, это целая перечень разных профессий. 6 июня, это получается шестой месяц. Да. То есть ты хочешь сказать, что три шестерки... 6 июня в 6 лет. Получается 6 лет 6-го, 6-го. И меня это очень сильно удивило, потому что люди, которые якобы не знают там библейских историй, да, они не знают, кто такой Бог, Отец, Иисус Христос, Дух Святой. И также они не знают, по большому счету, кто такой дьявол. У них есть там разные злые духи, разные учения о каких-то нечистых духах. Но кто такой конкретно дьявол? Люцифер, Сатана, как мы знаем его по разным именам из Библии, который предупреждался через апостола Иоанна в Откровении, что и в некоторых еще местах Библии, что будет его число 6-6-6. Я не хочу сегодня вцепиться в это число, я просто хочу вам сказать, почему-то Бог побуждает сегодня обратить наше внимание на Японию, молиться о ней, чтобы там пришло пробуждение, чтобы Слово Божие начало там тоже распространяться. Потому что очень большого уровня технологические страна. Брат Дима, также забыл сказать, у него тоже японский автомобиль. Поэтому мы знаем не понаслышке техника, мы пользуемся многим от них. Хорошие, очень качественные вещи, они очень интересный, прекрасный народ. Но очень видно далеко еще от Господа, и Бога начала это тревожить. Поэтому я верю, что брату Диме было явное такое подтверждение, и мне потом это свидетельство было тоже в подтверждение, чтобы вспоминать в молитве и об этих людях. Я хотел бы, чтобы мы совершили короткую молитву за этих людей. Если вы сегодня смотрите нас, и вы верующий человек, помилитесь вместе с нами, благословим этих людей, чтобы они были спасены. Господь, Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты вчера, сегодня и вовек неизменный, Ты тот же Бог. И Ты так же неизменно хочешь, чтобы каждый человек был спасен. Боже, Ты открываешь мне, Ты открываешь братьям и сестрам, миссионерам и другим служителям молиться за разные народы, разные страны, разные виды деятельности. Господь, сегодня Ты побуждаешь нас молиться за эту страну, за Японию, за ее руководителей, за ее духовный рост. Господь, я прошу Тебя, призри на эту страну. Пошли туда миссионеров, пошли туда служителей, делателей, Господь, которые будут искренне с верой нести Твое слово. нести то, что Ты заповедал, Господь. Мы просим Тебя о благословении для этих людей духовно, финансово. Господь, благослови, благослови нас, молящихся. Пусть это будет команда, пусть это будет группа людей, которая неустанно будет стоять в проломе вместе с Иисусом Христом за этих людей, за эту нацию, за эту страну. Благослови, Господь. Мы благословляем именем Иисуса Христа весь этот народ. Благослови во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, и также мы хотели бы сегодня коротко помолиться о каждом из вас. Я не знаю, насколько вы близко знакомы с Духом Святым, крещены ли вы Духом Святым, говорите ли вы языками или нет, я не знаю. Бог знает. Но я знаю одно, о том, что Бог хочет, чтобы каждый был крещен Духом Святым. Если слушая, смотря сегодня нас, видя это свидетельство, слыша эти откровения, эти послания, вы что-то чувствуете внутри, что вы хотите это иметь, что вам тоже нужно то, что имели апостолы, то, что милостью Божией имеем мы сегодня, это близость, это единство со Святым Духом и это проявление Его даров, реальных даров, которые проявляются в первую очередь, когда мы говорим на иных языках. И крещение Духом Святым сопровождается знамением говорения на иных языках. И это не просто непонятные звуки, это конкретные послания, это конкретная молитва нашего Духа Духом Святым к Богу. И эти тайны, которые мы говорим Духом, они незнакомы для дьявола, они и понятны, он не ставит и не может поставить никаких преград. Но Бог знает, о чем говорит Дух Святой, о чем наш Дух молится. Поэтому это великая сила. И эти послания зашифрованные для злых сил, они открываются уже и нам, и Бог дает нам иногда понять. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня пережил эту близость, эту встречу с Духом Святым. Дух Святой наш лучший Друг, и с Ним мы сможем все. Помолимся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за каждого зрителя, за каждую душу, за каждого человека, кто сегодня смотрит нас, кто сегодня слушает нас. Я благодарю Тебя за то, что Ты касаешься сегодня сердца каждого человека. Не важно, какого он сословия, не важно, какой он образован или нет, богат или беден, умный или глупый, духовный или вообще далеко безбожник. Я знаю, что приходит время, и Ты открываешься нашим людям, Ты открываешься народу Твоему, и я прошу Тебя, коснись, коснись каждого верующего или неверующего, каждого, кто крещен Духом Твоим Святым, и кто еще вообще не знает, что это, о чем это говорится, каждого, кто может быть уже верующий давно, а может быть кто-то недавно только уверовал, или те люди, которые веруют в Тебя, как в Господа и Спасителя, нашего Иисуса Христа, но не признают еще о том, что Дух Святой нам нужен, или они не видят какого-то подтверждения, что Дух Святой сегодня действует, как Он действовал 2000 лет назад. Господь, я прошу, открой, я прошу, прикоснись к каждому сердцу, пусть те люди, которые сейчас, где бы они ни были, дома, в дороге, на работе, где-то, может быть, в каких-то местах сегодня слушают и смотрят это послание, коснись Дух Святой, я прошу, пусть они переживут это крещение, пусть сошествие Твоего Святого Духа начнется повсеместно, и пусть люди будут реально видеть и чувствовать и переживать Твое проявление и эти сверхъестественные духовные дары, которые Ты даешь вместе с собой, когда Ты приходишь, вместе с Тобой проявляются эти дары. Господь, пусть эта сила, которая нам дана, чтобы совершить Твое послание и Твою миссию, пусть каждый будет ей наделен во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и я верю, сегодня много будет разрушено твердынь, которые дьявол пытается поставить о том, что Духа Святого сегодня может так мы не переживем, как раньше, или Его работа закончена, или это было только тогда, 2000 лет назад, сегодня это не действует, это все ложь. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты реальный, что Ты вчера, сегодня и во веки тот же. Да будет Тво имя благословено, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. И заключение мы хотим пожелать вам веруйте, ищите, стучите, и придет этот момент, когда понимание придет, когда реальное переживание силы Духа Святого придет, и Он близок ко всякому призывающему Его. Бог любит вас, мы любим вас и благословляем вас во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok